Песня о Санкт-Петербурге Песня о Санкт-Петербурге Песня о Санкт-Петербурге ПЕСНЯ 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 О Богохранимейство не нашей, о властях и воинстве и я, о мире всего мира, о благосостоянии святой Божьей циклей, о спасении и помощи с отчанием и страхом Божьим труждающихся и служащих, о исцелении в немощах лежащих, о спине слабе вложений памяти и оставлении грехов всех прежде почивших православных, о спасении людей предстоящих и о исчезке жду, о мышлении и мощь и у всех изо всех, изо всех, изо всех, изо всех, изо всех, изо всех. Сердцем славите и воспевайте причесное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и Пресно, и вовеки веков. Аминь. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего, и Иисуса Христа, со всеми вами. И со Духом Твоим. Все святые, поминувшие паки и паки, миром Господу помолимся. Господи помилуй. О принесенных и освященных честных дарях Господу помолимся. Господи помилуй. Я, куда человека любит Бог наш, приемья во святые, пренебесные, мысленный свой жертвенник, в нем благоухание духовного, вознес по следам божественную благодать и дар святого Духа помолимся. Господи помилуй. Наступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи помилуй. Дней всего совершенно святомирно и безгрешно у Господа проси. О дай, Господи. Ангела мирно, верный наставника, хранителя души телес наших, у Господа проси. О дай, Господи. Прощение и оставление грехов и прегрешение наших, у Господа проси. О дай, Господи. Добрых и полезных душам нашим и мира мирами, у Господа проси. О дай, Господи. В прочее время живота нашего в мире и покаяния скончать, у Господа проси. О дай, Господи. Христианские кончины живота нашего безболезненно, непостыдно, мирно и доброго ответа на страшном судище Христове проси. О дай, Господи. В соединение веры и причастия Святого Духа и спросившие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. О дай, Господи. О дай, Господи. О дай, Господи. О дай, Господи. Как от Твоей Царства силы, слава Отца и Сына и Святаго, Духа ныне прекрасно и во веки веков. Аминь. И всем, и Духами Твоему, Главы Ваши, Господи, преклоните. И имя Господи. Благодатью и щедротыми, И человека любим, иди народного, Сына Твоего, с ним же благословен, И сетцем пресвятым, и благим, И животворящим Твоим Духом, Ныне и пресны, во веки веков. Аминь. Аминь. Он мим. Я святым. Я свят, я свят, я свят, Иисус Христос, Во славу Бога Отца. Аминь. Хвалите Господа с небес, Хвалите Его Вышних, Радуйтесь, правяки о Господе, Правым подобает похвала. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Мы поменяем свой наш, Аминь. Не знаю, что forbid, Хвалитеchez, Скажете, Иисус Христос, Лучше прогулки о推е, Господежать, И Бог же прости. tai, motivation, Це direнка, зриное, Яなん とк letters ask to, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сыне Давидов, помилуй меня... А громко он кричал, потому что Господь не близко от него находился, а был на довольно далеком расстоянии. Господь остановился и велел привести слепца, и когда тот подошел, спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему, «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. Весь народ, видя себя, воздал хвалу Богу. Величайшее чудо одним словом – прозри. Господь избавил человека от слепоты, сделав его очи совершенно ясными. Счастлив слепец, блажен он невидящий и веровавший, ибо вера спасла его. Но вот что странно, отчего люди зрячие, как то книжники, фарисеи, священники, это так называемый на современном языке интеллигенция, отчего эти ученые, знатные еврейском народе, не веровали в Иисуса Христа, как Мессию, как Бога человека, как Спасителя человека. Ведь они видели своими очами чудеса его, своими, не чужими только ушами, слышали божественное слово его. Эти вопросы сами собою наводят нас на то, что кроме слепоты телесной, есть во многих и многих людях слепота душевная. Слепота неестественная, произвольная, которую проще всего можно назвать самодурством и самопомрачением. Такая слепота добровольная царит и в наш высоко преосвященный век, как век цивилизации и всякого рода прогресса. То есть шагание вперед и вперед. Этой духовной слепотой болеют и простой народ, погруженный во мрак и бездну, закрывшие очи, чтобы не видеть, и уши, чтобы не слышать истины. И в особенности люди ученые, даже высоко ученые, по мнению света, и люди богатые, увлекающиеся ученым вредом и ослепляемыми своими собственными порочными наклонностями. Они, эти ученые, на место веры и церкви поставили теоретический разум. Разум столь близорукий, омраченный костюм, костюм, то и воразумевает то, что на земле и с трудом находит то, что под руками. Премудрый Соломонов 10, 16. А что в Духовном Царстве Божии, о том и понятия не имеют. Они верят во все знания и могущество человеческого разума, верят беспрекословно в его изыскание, хотя эти изыскания весьма часто бывают явно ошибочными. Не верят в Слову Божию и говорят вопреки Ему, отвергают очевидные истины и возвещенные Слове Божьим. Бессмертие человеческой души и загробную жизнь, они считают ненужную церковь с ее божественным учением, богослужением, таинствами, священноначалием. И мало ли что еще, о чем и говорить не следует с этого места. А что еще? И новое, иногда очевидную историческую истину, принятую Святой Церковью, выворачивают наизнанку и говорят вопреки Церкви и самой истории, называя черное белым, белое черным, горькое сладким, а сладкое горьким. Есть множество таких мудрецов века сего, которые считают вовсе бесполезным ходить в церковь и весьма полезным и нравоучительным посещать театр, которые считают потребностью читать светские дневники или книги, в которых пишущие лукавство пишут. Они считают долгом взять в руки Евангелие, почитать его, чтобы узнать волю своего Спасителя, проникнуться его духом, оживить души его обетования, о воскресении мертвых, о суде, о вечной жизни, о вечных муках. Есть умники, которые знают много по разным наукам, но не знают, никогда не изучали самих себя, не учились науке удаляться от страстей, воюющих на душу, распинать плоть со страстями и похотями. Есть приобревшие, накопившие великие богатства, но не научившиеся приобресть Христа. Вот слепота, слепота тем ужаснейшая, что одержимые ею не хотят и думают, что они слепы, а считают себя зрячими. Избави Бог всякого христианина от такой слепоты. Такой слепоты часто нет и исцеления, потому что ученые-слепцы бывают заражены неисцельной гордостью, не допускающей, чтобы кто-либо правильный их мог говорить о том, что они отверждают. Вот таковы были современные Иисусу Христу, книжники, фарисеи, первосвященники. О, если бы эти ученые пришли к смиренному убеждению, которому пришел один древний мудрец, сказавший себе, «Я знаю лишь то, что я ничего не знаю». Ибо что значат все наши познания научные сравнение с тем, чего мы еще не знаем, чего еще и око не видело, и ухо не слыхало, и на сердце человеку не приходило? Ничто. И то, что мы узнали своим умом, есть далеко не существенное для нас знание. И мы наичаще не обладаем существеннейшими знаниями, обладая, так сказать, осколками знаний, и то кажущихся таковыми. И что узнали, то узнали при свете христианской веры, расширившей кругозор всех человеческих знаний. Но есть еще какая слепота, кроме слепоты гордой учености? Это не любовь и ненависть к ближнему. Святый апостол Иоанн Богослов говорит, «Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тне ходит и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». 1 Иоанна 2,11 Эта слепота бывает во всяком звании и сослове людей. Тоже ужасная слепота. Человек ненавидит подобного себе, свою природу, своего брата, своего сочлена, согражданина. Человек, члены Христовой Церкви, подверженного, как и сам он, немощи грехам, братья мои. Надо бы на грех один грех ненавидеть, а брата своего, соестественного своего, сочлена своего и Христова, должно любить и его беречь, как себя. Им делиться благами земли, которые от благого Бога даны всем, а не нам одним словом. «Носи тяготы друг друга, ибо таким образом исполнится закон Христов». Галатом 6,2 «Христе, святе истинный, просвети нас всех светом разума святаго Евангелия твоего, и на лежащую мглу наших разумов и сердец рожених. Веруем, молим тебя. Аминь». Аминь. Аминь. «Со строком Божиим и верою приступите». «Благословим, гряд и во имя Господне, о Господи, я и сяну». «Верую в Господи и исповедую, яко ты, деси, воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедуй в мир грешное спасти, от них же первый есть аз. Ищи верую, яко сие и самое причистое тело Твое, и сия самая и честная кровь Твоя. Молюсь обо Тебе, помилуй меня, и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня неосужденно, причаститесь святых Твоих тайн, Господи, во оставление грехов моих и жизнь вечную, аминь. Вечери Твоей я тайная, да не и сыне Божией причастниками приими, не во врагон Твоим тайну повем, не лапзание Те дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не всудо ли в осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела причащается раб Божий миром. 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 Восславление грехов Его. Причащается. Миром. Восславление грехов Его. И жизнь вечная. Восславление грехов Его. Вечный Аминь. Раба Божия. Вечный Аминь. Вечный Аминь. Все причастники. Вечный Аминь. Аллилуйя. Вечный Аминь. Аллилуйя. 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 Спаси Божие люди Твоя и благослови достояние Твое. Не видев Он святы истинные, Приехав Духа Небесного, А в притоком веру истинную В неразденье Троицы поклоняемся, Так Он нас послает. Всегда, ныне, пресно и во веки веков, Аминь. С даром исполнится уста наша, Хваление Твоего, Господи. Я подамарим славу Твою, Я посподобил, если нас причастить и все, Святым Твоим Божественным, Бессмертным и животворящим тайнам, Соблюди нас во Твоей святыне, Весь день поучайтесь о правде Твоей, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Прости, приимши Божественных, Святых, Пречистых, Бессмертных, Небесных и животворящих Страшных Христовых тайн, Достойно благодарим Господа. Господи, помилуй, Спаси, помилуй, Сохрани нас Бог за Свою благородную силу, День весь совершен, Средмирен и безгрешен, Испросивши сами себе и друг друга, И весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи, Господи, Яков, Ты и все священия наши, И Тебе славу мы склаем От Существенной Святом Духу, Ныне и Пресно и вовеки веков. Аминь. Аминь. И в имени Господи, Господи помилуй, Благословляй, благословящая Тебя, Господи, Освящая на Тебя уповающая, Спаси люди Твоя и благослови Достояние Твое, Исполнение церкви Твоя сохрани, Освяти любящую благолепию Дома Твоего, И тех воспрослави божественной Твоей силою, И не остави нас уповающих на Тя, Мир мирове твоему дарует, церковь твоим священником, воинствует всем людям твоим, Яков, всякое даяние благу и всяк дар совершен, свыше ей, исходя от тебе, Отца Светов, и тебе славу, Благодарение и поклонение воссылаем отцу и сына и святому духу ныне и пресны во веки веков. Благословение Господне на вас, того благодатью и человеку любит, Всегда, ныне и пресну и во веки веков. Аминь. Слава тебе, Христе, Боже, упование наше, слава тебе. Слава отцу и сыну и святому духу ныне и пресну и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Господи, благослови. Господи, благослови. От преподобного Максима Исповедника, преподобного Максима Грека, мученика Неофита, мученица Агнии, преподобного Астасия Исповедника, священномученика Исаии Ильи Пресвитера. Их же и память ныне совершаем, это их и праведно Бога Отец Иоакима Иоанны, и всех святых помилует и спасет нас, яко благо и человека любит. Аминь. 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 Воскресникам воскресного дня, воскресный день, день Божий, день судьбы, Господу Богу Твоему, по заповеди мы посвящаем Его Богу, молитвами, добрыми делами, богомыслием, не по злогласованиям и пьянцам по апостолам, но во псалмах, пениях и песнях духовных надлежит проводить этот день. Ну и конечно же в этот день мы с вами вспоминаем о том, что отец Иоаким 40 лет уже стоит у престола Божьего, совершая служение, на которое его призвал Господь, ибо никто не приемлет сам собою чести, но только званный от Бога, как и Аарон. И вот вы тоже, священство, дар приявший 40 лет, это много для человеческой жизни. И конечно годы разные бывают, бывают и урожайные, и засушливые, и несгоды всякие, но все это наша жизнь. Она мало-помалу истощая наши естественные запасы жизни, приводит нас к окончанию, к переходу в жизнь вечную. И в этом нет ничего трагичного, хотя печаль конечно присутствует о ушедших годах, о молодости. А с другой стороны, жизнь она ведь утомляет человека. И когда кто исполнен многих лет, то он уже исполнен и многих, многих трудов и болезней. Как и сказано человеку, 70, а еще в силах 80 лет, и множе их труд и болезнь. То есть большинство из них труд и болезнь. Так что и вы, отец Аким, прошедший такой долгий путь, не просто прожить жизнь, даже мирянина. Как многие ребята молодые, вот я хочу жить как все, да? А как все не получится. У каждого стезя своя. Сказал поэт, что шипя мне бросил из меня, у каждого стезя своя. Но я-то знал, что так нельзя жить, извиваясь и скользя. Поэтому мы с вами должны не по-змеиному идти, а прямо ходящего так. Так как Левиафаном можно извиваться и мимо царства небесного. У вас путь прямой, непрекновенный. Служение Богу и людям, это очень показательно. И для примера нужно обязательно каждому вашему прихожанину, вашим духовным чадам и устремлять свой взор на ваше такое благоуветливое житие. Ну а сегодня в память об этом событии я хотел бы преподнести вам в дар икону преподобного Сергия, которая буквально вчера вечером на всем нашим гене, в Троице Сергии Лавре, мы приобрели и привезли сюда. Целую ночь она летела в самолете, а вот сейчас мы ее вручаем вам. Да как благословение великого молитвенника и печальника земли русской, всякому человеку, тем более священнослужителю, священнику такой достоинства, как вы, Отец Иоаким. Дай Богу, что-то хранил вас Господь. Бог здравия на многое лето и душевного спасения. Спасибо Господи. Ну вот, дорогие братья и сестры, еще раз всех с праздником. Сохранит вас Господь и Матерь Божия, а мы, призванные служить и молиться, будем всегда в своих молитвах поминать вас. А вы за нас молитесь. Проходите, все, общую фотографию сделаем, потом с детьми. Нет, нет, вы, а то вас видать не будет. Ну как-то вперед, или все, вперед с детьми, что-то? Ну давайте вперед дети, становитесь, дети вперед, быстрее, дети. Давайте мы сюда еще, на один шаг сюда упали, приедем, чтобы больше расстояния. Впереди, как парня, впереди, Ваня, становись. Вот, Ваня. Так, Мирон где? Давайте Мирона сюда. Давай, Мирон, смотри туда. Смотри, смотри туда. Смотри, смотри туда. Мирона, самое интересное, да? Ну так. Мирона, самое интересное, да? Смотри, смотри, какой. Угу. Ну что? Так, ну давайте, кто? Все, подходите, ребятишки. Подходите. Подходите. Все, давайте. Сестры. 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 Сестры с юботами. Счастья. Что стоишь? Поздравляем вас. Сестры. Все, становитесь. Сестры. Что стоишь? Маленький. Ага. Быстрее, 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 быстрее. Сестры. Сестры. Так, ну давайте. Сестры. Ну, а вы что стоите? Сестры. Сестры. А, не хочу отручить. Подходи туда Костя, иди Кто не подходил фотографировать, сидите на память Можно я пройду Пожалуйста Можно я пройду Попрежьте Надя, попрежьте Останите, чтобы все вместе Подходите ко кресту Подходите ко кресту Так ко кресту, так подойдите теперь Проходи туда Крест